В этом видео вы узнаете, какие изменения в организме способна вызвать хурма, если есть её каждый день. Хурма способна повлиять сразу на несколько процессов в организме. Во-первых, она обладает мочегонным эффектом. Это позволяет вывести из организма избытки влаги, но при этом ограничивает возможность употребления хурмы перед сном. Если вы хотите получить здоровый и спокойный сон, не ешьте фрукт на ночь. Также хурма обладает мягким слабительным эффектом. Употребление хурмы особо показано в период простудных заболеваний. Съедая немного фрукта ежедневно, вы укрепите иммунитет, а организм получит дополнительные силы для борьбы с вирусами. Некоторые специалисты считают, что хурма способна предотвращать развитие онкологий, благодаря большому числу антиоксидантов. Съедая немного экзотической ягоды ежедневно, вы сможете наладить работу пищеварения. Она убережет вас от развития запоров, действуя как мягкое слабительное средство. Так как клетчатки в фрукте содержатся даже больше, чем в яблоке, он помогает пище быстрее проходить по пищеварительным органам. А еще ежедневное употребление фрукта станет отличной профилактикой от паразитов. Более того, активные вещества могут вывести из организма глистов, остриц, устранить кишечную палочку. Антиоксиданты выводят из кишечника токсины и заживляют клетки, поврежденные свободными радикалами. Те, у кого есть проблемы с геморроем, с помощью хурмы могут устранить эту неприятность. Для этого потребуется взять около 20 граммов сушеных плодов, залить их 300 мл воды и оставить на 30 минут. После этого настой будет готов к употреблению. Выпивая его ежедневно, вскоре вы сможете заметить, что геморрой перестал вас беспокоить. Кстати, хурма способна помочь и при икоте. Чтобы приготовить средства, вам понадобятся сухие подножки плода. Достаточно будет взять 1-2 фрукта и приготовить из подножек чашку чая или отвара. Хурма для здоровья почек. Фрукт может стать отличным подспорьем при лечении почек. Посоветовавшись с лечащим врачом, вы можете начать регулярно употреблять хурму параллельно с курсом основного лечения. Свойства плода помогут почкам в их работе. Правда, вам нужно будет подготовиться к тому, что посещать туалет придется чаще обычного – помощь сердцу и сосудам. Если у вас проблемы с повышенным давлением, вы можете их решить при помощи натуральных средств, включающих хурму. Возьмите спелый фрукт. Отчистите от кожуры и измельчите в блендере. Добавьте к нему 200 мл молока и пейте средство утром в обед и вечером 3 раза в неделю. Или используйте средство с хурмой, корнем имбиря и медом. Для приготовления вам понадобится 1 спелая хурма, корень имбиря в количестве 1 четвертая части к фрукту, столовая ложка меда и 5-6 капель лимонного сока. Смешайте все компоненты и принимайте средство по 10 капель 3 раза в сутки. Не нужно пить эти средства вместе или увеличивать дозы для усиления эффекта. Это может вызвать сильное падение давления. Введя в рацион экзотические плоды, вы окажете поддержку своим сосудам. Хурма делает их стенки более прочными, эластичными и усилит кровоток. Поддержка печени Съедая немного хурмы каждый день, вы убережете печень от многих болезней. Действие фрукта в данном случае будет направлено на блокирование жировых отложений в органе. Хурма позволит наладить водный обмен, нормализовать уровень сахара, удалит продукты распада. Хурма для здорового зрения. Плод обогащен витамином А и ретинолом. Эти компоненты необходимы нашим глазам. Они помогают улучшить зрение, а еще стимулируют выработку природных слез, которые увлажняют глазницу, защищая ее от негативного воздействия. Если вы часто бываете за рулем, долго сидите за компьютером или имеете проблемы со зрением, включите в ежедневный рацион немного экзотического фрукта. Здоровье десен. Полезна для человека не только мякоть плода. Например, его листья способны устранить кровоточивость десен. Вам понадобится употреблять в день всего по половине чайной ложки порошка, изготовленного из сухих листьев хурмы. Проведя недельный курс лечения, вы заметите значительное улучшение состояния. Употребляя экзотический плод, обогащенный витамином С каждый день, вы сведете вероятность развития цинги к минимуму. Хурма в процессе похудения. Решив похудеть от этого фрукта, не стоит отказываться ни в коем случае. Помимо того, что он относится к диетическим продуктам, хурма налаживает пищеварительные процессы, избавляет организм от шлаков и избытка жидкости. Хурма от плохого настроения. Сок хурмы и сам плод могут помочь устранить проблему. Выпивайте ежедневно стакан сока или съедайте 3-4 фрукта. Хурма не только улучшает настроение, но и заряжает энергией. Специалисты рекомендуют есть ее людям, испытывающим постоянные физические нагрузки, а также спортсменам. Хурма для женского организма. Если женщина будет каждый день употреблять хурму, она сможет восстановить свой менструальный цикл и избавиться от боли и спазмов в этот период. Хурма улучшит и репродуктивную функцию, а в период менопаузы поможет женщине избавиться от неприятных симптомов. Хурма для мужчин. Употреблять хурму регулярно должны не только женщины. Если у мужчины есть простатит, фрукт поможет в его лечении. Кроме того, хурма будет стимулировать выработку спермы и увеличит число активных сперматозоидов. Хурма для восстановления кожи. В составе фрукта есть важные элементы для поддержки здоровой кожи. Он активно используется в косметологии для устранения морщин, очищения, оздоровления и снятия воспалений. Например, чтобы избавиться от морщин, вы можете использовать натуральную маску. В ее состав входит одна хурма, 15 мл виноградного масла и 15 г творога. Компоненты перетираются и перемешиваются до однородной массы. Маску наносят на лицо, ждут полчаса, после чего смывают. Чтобы выделить овал лица, подтянуть кожу и сделать ее упругой, вам нужно делать такие маски не реже двух раз в неделю. Раздражение на коже. Если у вас появилось очередное раздражение на коже, попробуйте использовать этот действенный рецепт. Выберите недозревшие плоды хурмы, около 500 г. Очистите их от кожуры, разомните и залейте одним полутора литрами воды. Оставьте эту смесь в солнечном месте на неделю, затем процедите и оставьте настаиваться еще трое суток. После этого средство готово к использованию. Наносите смесь на пораженное место три раза в сутки. Если у вас имеется серьезная рана, которая долго не заживает, прикладывайте к ней кусочек хурмы. Он дезинфицирует и предотвращает инфицирование и воспаление. Хурма восстанавливает волосы. Втирая мякоть фрукта в корни волос, очень скоро вы заметите, что они стали более сильными и здоровыми. Сушеная хурма Важно знать, что сушеные плоды сохраняют все полезные свойства. При этом они становятся более сладкими и питательными. Кстати, именно сушеные ягоды специалисты рекомендуют регулярно употреблять при гипертонии. Возможно, вы не знали, но корневища и листья хурмы активно используют целители многих стран. Приготовив отвар на их основе, можно быстро остановить кровотечение, дезинфицировать раны. Кроме того, при наружном применении, такие отвары облегчают состояние при геморрое. Вы можете пить чай, приготовленный на основе листьев хурмы. Он снабдит ваш организм необходимой нормой витамина С. Кстати, косточки плода тоже полезны. Употребляя их предварительно пожарив, вы получите дополнительный запас сил и бодрости. Кому хурма может нанести вред? Как мы уже говорили, хурму не стоит есть на ночь, но также ее нельзя употреблять и натощак. В последнем случае фрукт может спровоцировать появление желудочных камней. Ягоды нельзя есть людям, страдающим сахарным диабетом. Содержащиеся в них фруктозы и сахара только усугубят ситуацию. Хурма противопоказана после перенесенных операций на органах пищеварения, в период обострения колита, панкреатита, людям, страдающим ожирением. Если у вас диарея, от употребления экзотического фрукта лучше отказаться. Или обратите свой взор на сушеные плоды. Беременным употребление хурмы разрешается. Она может оказать положительное влияние на здоровье женщины и развитие плода. Но в первые 3-4 месяца после родов и кормления грудью употреблять хурму врачи не советуют. После этого периода вы можете начать пробовать плод, внимательно следя за состоянием малыша. Делитесь этим видео с друзьями и близкими, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы всегда оставаться в курсе всего самого полезного. До новых встреч на новых видео!